Я очень плохой блогер, научилась как избавиться от прыщей Используйте вот это средство, используйте вот это средство Бесит, честно Он съедает так много тональников И плохо, хорошо Тоже какая-то непонятная пенка Вот воняет, спирт там просто трындец Немножко поднялись, поняли? Позор, не позор, главное результат Трясем И тени вам не нужны Расскажу один факт про туш Не сидим так и вот так вот рисуем Глаза разуйте, вот так вот Вы знаете, я хочу начать этот ролик, уже этот видео Но я не могу начать просто потому, что я не знаю, как правильно поздороваться Вот сказать всем привет, меня зовут Анастасия Вы на моем канале бесит, честно Я когда слышу такое, у меня прям Ну так что я вас тёмкаю, целую, булочки мои Вы будете моей булочкой, красаночки, любимки и так далее Что я, ну вообще, во-первых, если вы зашли на этот канал, значит он вам очень нужен И я хочу показать вам, как правильно нарисовать Я очень плохой блогер Нет, я сама лучше нельзя так говорить Как накрасить ресниц, вот, без того, чтобы себя испачкать везде И накрасить так обильно, чтобы было красиво У меня раньше была такая проблема Но я потом пресекла такую фишку Очень интересно Пока я с вами говорю, я увлажняю свою кожу Буду потом праймером наносить У меня тут матчис вот такой прям очень хороший Я блогер такая, всё очень тщательно показываю, рассказываю Вот, хочу вас уговорить Говорить? Не думаю, что это правильное слово Ладно Раньше у меня была такая проблема Потому что я нанесла макияж Фурн, тональник Как ещё говорится И когда уже пришло время реснички накрасить Всё, я вся чёрная Вся как-то какая-то никакая Но сейчас мы это исправим, девчонки Не переживайте Всё будет хорошо Я вам и вам гарантирую Во-вторых, я хочу сделать себе очень необычные стрелочки Для тиктока Ну, поняли, типа, делать видео или рилсы Типа туда-сюда Да Во-первых, я хочу нанести тон У меня он уже заканчивается Но я его просто обожаю Эстелаудер Вот это вот, это, это, это любовь И для того, чтобы не появились прыщики Потому что я, наконец-то, научилась Как избавиться от прыщей И без всяких средств, там, дорогущих и так далее Потому что я всегда такая А, ну что, с моей кожей Понятное дело, там, нужно правильно питаться И так далее Но у меня это не очень получается И плюс я ленивая, с жопкой И мне очень нравится так быстро Что-то закидывать в себя и пойти дальше И когда я смотрю разные видео Там мне говорят Вот, используйте вот это средство Используйте вот это средство И нужно ещё, чтобы подошло к вашей коже И так далее И я думаю, господи, как бы всем этим разобраться Откуда деньги взять на всё это Понимаете, это просто какой-то капец И, что вы думаете Я отказалась от спонжика Я тут беру просто маску для губ Самая дешёвая, но самая классная И, в общем, я избавилась от спонжика Я такая сначала думала Как, блин, макияж делать без спонжика Это же, ну, вообще просто нереально А менять спонжики каждые 2-3 дня Я не могу, во-первых Потому что, как бы, немножко бьёт По кошельку А ещё, ну, он съедает так много тональника Что, ну, просто половина на него будет Я избавилась И, что вы будете... Что мы... Как мы наносим тональный крем Берём чистые пальцы Моем их мылом И наносим кремчик Увлажните Похер какой Главное, чтобы... Вот самый универсальный у девочки Который вам будет на год Или даже на два У меня же второй год идёт Вот этот кремчик Он хорошо увлажняет кожу Он очень лёгкий И очень хорошо впитает Просто идеально Без того, чтобы искать какие-то средства В общем, вот это Просто увлажняйте кожу Какой-то праймер Можно и без него Вот так вот тональный крем Ставим Надо было сделать фотографию До и после Типа, какая у меня обложка будет Девочки, вообще просто я Я, конечно, супер Подумала обо всём Ладно Вот так вот размазываем всё И вот так вот делаем И думаем о жизни Надо взять зеркало Оно у меня тут Заточу кофе Вообще неплохо получается Смотрите, как тон равняется Неплохо Хорошо Идём дальше Когда говорят мне о глубокое очищение Я просто хочу быстро всё это разговаривать и сделать Не хочу вас задерживать О глубокое очищение Я не могла понять Что такое глубокое очищение Можете кто-то, кто-то в этой жизни Мне объяснить, что такое глубокое очищение И опять там Какие-то средства надо взять И бла-бла-бла И в общем Я узнала, девчонки Берёте умывалку Которую вы имеете Берём пенку И тоже какая-то непонятная пенка Очень простая пенка Потом у нас идёт мицеллярка И идёт тонер Мицеллярка у меня вот от Биодермы То есть прикольно А тонер у меня непонятный какой Просто там написано Там, если честно, пахнет спиртом Вот воняет спиртом Просто трындец Понимаете? Но я им пользуюсь И чтобы вы понимали Я думала, блин, надо всё поменять Эти средства не работают И так далее И они, если честно, не очень дорогие Всё это В общем, берите то, что вам нравится Пользоваться И когда наносите умывалку Вы наносите Нанесли И ждём хотя бы Чтобы оно стояло на вашем лице Тридцать-сорок минут А потом умываем её Потом пенку Опять же Тридцать-сорок минут И потом умываем Понимаете? Или минутку Понимаете? Вот что-то такое Средство должно работать Потом берём мицеллярку И вот так вот берём Всё, вытираем ещё раз И тонер Шлифуем личико И потом кремчик И всё Всё Три-четыре дня У меня все прыжки Аж ушли У меня были тут 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 У меня не идеальная кожа Конечно, у меня есть ещё эти комедоны И так далее Но их намного меньше, чем было Понимаете? И всё, я поняла секрет Просто нужно это средство Оставить на лице Минимум 30 секунд И оно будет работать Девочки Так что не переживай Ладно, я в общем Наношу тон быстро Не буду вас задерживать Я сделала так Всё, я нанесла пальчиками Свой тональник И ещё очень большой плюс Что они так сильно расходиваются Ну, да-да-да Так быстро уходят из вашей жизни Понимаете? Просто Ну, экономить Мы же такие экономщики Ну, не все, наверное, конечно Но Мне надо быть такой Сейчас Я беру консилер И просто опять же Чик-чик Чик-чик Вот И пальчиками тоже Вот так вот делаю Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп И вот так вот И смотрите Неплохо получается Девочки Неплохо Понимаете? И берём любой консилер У меня есть от Мэйбелин У меня есть Не знаю У меня была от Флор Мар Сейчас я взяла от Лаком Немножко поднялись Поняли? Но он у меня уже второй год Второй год смотрите этот вот этот на очень долго одержится то есть вы взяли вы там не знаю например и не помню сколько дала за него но два года я с легкостью пользуюсь им пудрой значит шлифируем пудрой боже какой у меня ролик выйдет это позор но девочки это вы будете знать позор не позор главное результат так все финишер а кстати кисточки еще и кисточки нужно их мыть хотя бы раз в неделю но я ленивая жопа и я их мою раз в 2 недели может быть но в общем надо быть раньше их вообще не мыла ну там по полгода или там что такое вообще ой позор позор стыдно а чё стыдно так бывает некогда не очень такой человек так все люблю когда побольше куды ну в общем неплохо получается я о чем я говорю надо сделать фотку до и после да сейчас делаю такие у меня скульптором для лица это у меня румяна такие арт-деко и вот скульптуринг для лица вот 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 так вот вот и мы будем пользоваться и у меня одна кисточка для них обоих то есть одна сторона для румяна другая для скульптуринга все очень просто что мы берем как мы делаем нанесли 37 так и не ставим вот здесь не по этой линии потому что у нас лицо опуститься а прям поскольку вот 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 тут вот эту беде вот эта часть не тут а тут сейчас покажу берем его приводок вот вот так вот видите оп появляется какая-то магия вот так вот видно еще вот здесь так вот поднимаемся опля опля а я хотела стрельки сделать для видео а стрелки нужно сделать вначале а потом тон ну и хер с ним потом сделаю я на самом деле когда дома я не красусь потому что ну а нафига красится расход продуктов и что буду красить и сидеть дома у меня потом сегодня выдумала так проснулась и такая ну сделай себе макияж сделала какой-то себе тикток потому что дали ну давно не себе не делала все таки как-никак у меня есть там подписчики там 73000 дальше румяна берем румянчик также другой стороны кисточки так делаем и чуть-чуть не просто чуть-чуть верно вверх чуть-чуть вот не тут а тут что непонятного все непонятно анастасия вот какой-то пургун еще и вот здесь немножко румяна и вообще знаете я люблю вот тут нанести нанести вот так вот скульптора и румян вот так вот вот так вот и в тени вам не нужны и ничего не надо и макияж красиво смотрится смотрите хоп просто идеально я в восторге и пришло время наконец давайте уже сегодня без стрелок ну или сделаю стрелки но как-то потом расскажу один факт про тушь мне не очень нравится кисточка силиконовая например у меня есть тушь от lancome сейчас покажу вот тушь от lancome вот видите какая кисточка вот такая я вам покажу разницу окей я смотрите я вот покажу разницу один глаза наношу вот кисточка от силикона силикона и у меня также от lancome вот такая тушь только кисточка вот уже пушистенькая то есть я сейчас вам сделаю даже вот так вот так видите разница кисточек как не испачкаться пока вы рисуете себе ресницы во-первых поднимаем вот так вот так голову не сидим так и вот так вот рисуем и смотрим понимаете а поднимаем вот так голову и немножко вот глаза глаза разуйте вот так вот Немножко вот так вот и берем вот так снизу его делаем такие движения такие понятно вот по так и закрываем и вот так вот поп 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 оп 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 вот понимаете уп уже красиво да сейчас сейчас оказывается, что силиконовая кисточка тоже мне понравится. Да, девочки, конечно, я, получается, буду на двух стульях или переобуваться, но уже... Не знаю, в общем, голова вниз, наверное, не видно моих соплей или там моих волосиков из носа. Надеюсь, что нет. Так, берем вот так, и вот так вот, и вот так вот. Итак, первый глазик мы намазали, второй будем пушистой кисточкой, вот такой. И тоже такие движения, голова вверх, вот так вот, чтобы намазать все наши волосики. Сейчас окажется, что мне еще нравится этот глаз больше, чем этот. Ладно, вы сами выбирайте, для себя, что лучше котики. Вот так вот. Вот как будто нет большой разницы, да, они оба хорошо прокрашены, но эти как будто более не такие густые, как эти, да. Я сейчас если пройдусь вот этой кисточкой вот так вот, они сразу станут тоже пушистыми. Даже не знаю, эти как будто длиннее, а эти более пушистые. Я ничего не понимаю. Девочки, я вам показала, как нарисовать свои реснички так, чтобы не испачкаться. Надеюсь, что вам поможет этот лайфхак. Он очень простой, ну, вот. Я этого просто не знала раньше, да. И рассказала, как ухаживать за свое личико очень простыми способами и рабочими. Девочки, не знаю, вам нужно или не нужно, ролик уже длинный. Показать вам, какие карандаши для губ я их пользуюсь. Очень дешевый и очень такой доступный. Один раз в год можно себе позволить Мак. В общем, он от Мак. Тут оттенок B91, а тут от Golden Rose оттенок 223. У меня таких карандашей, наверное, по дому 100 валяются, потому что они просто база-база. Я их одну половину этим, а другую половину другим. А этот, он более красненький такой идет. Он нюд. Усики видны или нет? Скажите мне потом в комментариях. Так я крашу губы. Вторую часть. Получается как-то так. Это от Мак. Увидите, он немножко такой красноватый. Это такой более бледноватый. Ну, по сравнению с этим. Я надеюсь, что я была полезна. Я надеюсь на это. Вот, я вас люблю, целую, обожаю. Подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайки. Мне это будет очень приятно. Я прям как настоящий блогер говорю. Вау. Мои запеканочки, булочки, конфеточки, зефирочки. Самые вкусные. И не забывайте делать себе комплименты. Каждое утро, смотря в зеркало, сговорить о том, какие вы прекрасные. Какие вы чудесные. И лучше у вас нет на земле. Ну, это правда. Что может быть лучше женского пола? Это же просто красота. Ладно. Пока. Бакушечки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok